Всем привет, с вами Билли Софтвэр. Сегодня ночью я обычно включаю музыку перед тем, как ложиться спать. И сегодня так получилось, что я открыл старую аудиокнигу, которую очень люблю. Просто как-то под музыку плохо спалось, и я решил послушать, как происходят какие-то события, и как разговаривают люди. Не знаю почему, вот у меня бывает такое. Это аудиокнига по книге братьев Стругацких «Трудно быть богом». Но эта книга есть в нескольких вариантах. Она есть в одноголосой озвучке, Ермольника, по-моему, даже, или еще кого-то. Вот, но это вафля. А есть в озвучке «Эхо Москвы». Я там под роликом потом положу ссылочки. Вот, если кому интересно, скачайте, послушайте обязательно. Очень хорошая тема. Вот, ну, можно еще и просто почитать. Вот, электронный вариант я также положу внизу. По этой книге сняли фильм в 70-х годах еще, или в конце 60-х. Но фильм получился настолько вафельным, что просто пиздец. Честное слово. Вот, больше других слов я не могу бы об этом сказать. Я посмотрел его после того, как прочитал книгу и послушал аудиоверсию. И фильм просто ничтожество. Ну, если учесть, в каком году он делался, в принципе. Ну, книгу переврали. Жутко переврали. Там даже несколько моментов есть абсолютно наоборот. И это плохо. К сожалению, один из братьев Стругацких на сегодняшний день уже умер. Но Борис Стругацкий, кажется, Борис остался. И он написал сценарий для игры. И этот сценарий, он получается в продолжение книги. И если прочитать книгу и потом сверху пройти игру, то она как будто бы вторая часть. И просто книга захватывающая, интересная. Просто до невозможности. Особенно в аудиоформате. Озвучка просто баснословная вообще. И когда сверху, походу, еще проходишь игру, в принципе, игра довольно интересная. Это некая РПГ. Ну, как объяснить-то? В принципе, есть несколько локаций, и по этим локациям можно переходить. Я сейчас, в принципе, ее покажу, поэтому сильно заострять внимание не буду. В общем, игра очень хорошая. И если играть ее после того, как послушаешь аудиоверсию книги, или прочитаешь ее, ну, прочитать приходится несколько раз, чтобы до конца ее понять. Вот. Аудиоверсия понимается намного лучше. Особенно та, о которой я говорю, которая от Эха Москвы. вот, я сейчас, в принципе, я даже, наверное, фильм найду и на него, ссылку тоже внизу положу. Вот. А игру уже ищите сами, ребят. Потому что у меня лицензионный диск, естественно, это настолько прекрасная вещь, что ее в пиратках искать баги и всякая хрень. Сейчас, конечно, уже кучу фиксов сделали, и игра, в принципе, не такая новая. Вот. Так что можете найти ее, скачать и поиграть, а сначала послушать книгу. Спасибо за внимание. И сейчас мы посмотрим немножечко на эту замечательную игру, конечно. И так. Как и обещал, вот игра. Ну, я, наверное, не буду загружать, начну новую. Вот. Фишка заключается в том, что полная свобода действий и RPG-элементы, такие как повышение здоровья за уровень и еще всякое такое. Еще можно ездить на лошадях. Блин, я... Не столько всего хочется не сказать, что мысли забивают друг друга. Я, наверное, все покажу. Так, подсказки уберу. Я и так все помню отлично. Будут говорить, говорить, говорить. Вот. Потом начнется тренировка. Нет, зря я все-таки загрузил. Начал заново. Я немножечко загружусь и покажу чуть дальше. Итак, вот. Я загрузил свое последнее сохранение, когда я последний раз играл. Я здесь недалеко от своего замка. Почему обороны, откуда у меня замок, я не буду говорить. Это спойлерит сюжет. Вот. Здесь довольно удобное управление, кстати, немножечко слабая графика управления оружием и сражений. Вот. Волки вводят в лесу. Вот. тем не менее, играть огромное удовольствие. Игра сделана качественно само по себе. Вот. Это уже жутко радует. Так. Где-то тут канавязи вижу. Сейчас я куплю лошадку и покажу, как происходит здесь скакание, скачение, скакание. Все-таки, наверное, лошадку хочу, братиш. Давай, бутнер, наверное, возьму. Отлично. Денег у меня много. Играю уже довольно давно. Сохранение уже где-то бежит к концу, скорее. Вот. Еще фишка игры в том, что... Так, кто-то, кто-то, кто-то появился, походу. Да, волк. Блядь, я, к сожалению, забыл, как оружие доставать, пройду. На тап, походу, да, точно. Давно уже не играл мне. Так вот, еще одна фишка игры в том, что здесь фракционный режим одежды. То есть, я могу одеться в кого-то и меня будут воспринимать, как его. Ну, это я тоже сейчас покажу. Возможно. вот, что-то, что-то, что-то здесь много всех. Я, наверное, все-таки посражаюсь. Есть супер удары для каждого оружия, по-моему, их по-два для каждого типа. есть парные мечи, еще есть парные топоры, кстати, это парное оружие и то, и то. Есть просто одноручное к нему, в основном, щит еще одевается, там, со щитом тоже свои приемы есть. лук-арбалет, это понятно. Большое двуручное, тяжелое, про парное уже говорил, топоры парные, алебарда двухсторонняя и тоже довольно неплохо получается махать. Так вот, где тут инвентарь, так ли? вот, о чем я говорил-то, что я хотел? А, вот, одежда имеет в себе буковку D в данный момент, я оделся в благородного дона и имею статус благородного дона. Также могу переодеться в кого-то еще, но, к сожалению, я, по-моему, повыкинул всю одежду, ставил только оружие блядь, спалил очень много всего, чего не должен был, но я думаю, неинтересно играть от этого не станет. Так вот, в игре есть несколько фракций, это вот Дон, Разбойник или Вор, помечается буквой В, Монахи М, Стража Дворца, АВР Арканарской Вольной Республики, как она здесь называется, ну, она, в принципе, и в книге так называлась, и кто-то, кто-то еще, блядь, есть, серый еще есть, и, по-моему, даже еще какая-то вафля есть, вот, ну, фишка не в том, в принципе, систему боя показал, то, что к каждому можно подмазаться, одевшись в его фракцию, это тоже объяснил, какое оружие показал, что на лошадях можно ездить, показал, что здесь делать там вообще, здесь есть основная сюжетная линия, и есть побочные квесты, в принципе, сюжет линейный, вот, но идти можешь куда захочешь, вот, ну, тут, в принципе, сильно выбирать куда идти не приходится, потому что здесь всего несколько локаций, их 9 или 11, по-моему, вот, и по ним просто переходишь в поисках каких-либо людей, или каких-либо предметов, нужных для чего-то, вот, и еще очень интересная квестовая линия, квесты не из разряда, сходи вон туда, и принеси вон ту херню, пожалуйста, вот, и я очень сильно обрадуюсь, нет, нужно, к примеру, для того, чтобы вот получить замок, я не буду говорить, как, приходится запоминать вопросы, ответы, точнее, на них, и ты приходишь здесь, разговариваешь со слугой, который временно охраняет этот замок, отвечаешь на его вопросы, говоришь, типа, что ты наследник, вот, он подковыривает там по-всячески, что там, огонек, значит, с кем-то можно поговорить, наверное, прикольно, ну так вот, он подковыривает вопросами, до невозможности, прям, и надо ответить ему на вопросы, да, кстати, у меня вот здесь вот конь застрял, блядь, в заборе, есть некоторые баги карты, карты непроходимости, поэтому игра модернизируется, конечно, постоянный, вот, магазинчики, можно покупать всякую хрень, в огромных количествах, еда, восстанавливающая здоровье, еще всякое такое, вот, система торговли, я тоже сейчас покажу, конечно, поза этим пришел, давай, показываем, вот, кстати, шмотки продаются, бутылочки, которых у меня и так, как грязь, вот, в принципе, все, что можно показать, я не буду залазить далеко в дебри, и спойлерить просто сюжет, и еще всякие возможности, игра очень интересная, особенно после прочтения несколько раз, или прослушивания аудио-версии книги, дело в том, что книга заканчивается на таком печальном и интересном моменте, вот, и как-то хотелось бы, чтобы было продолжение, вот, и эта игра как раз является продолжением, здесь есть диалоги, они все, в принципе, на русском языке, на полностью на русском, отличная локализация Акелы, кажется, Акелы, локализация очень качественная, и поэтому многоголосый, отличный профессиональный перевод, перевод текстов, также идеальный просто, но тексты здесь как-то, в принципе, не нужны, если это не книги, вот, и так все озвучивается, в основном, если слушать все диалоги, получается, примерно, как, как аудиоканчика, книга, только ты сам это действуешь, вот, в принципе, сюжет не всегда линейный, и есть некоторые ответвления, можно, к примеру, здесь две разных концовки, или три, по-моему, но я видел две, и, по-моему, есть еще какие-то разветвления сюжета, но они все равно приходят в эти две концовки, вот, и концовку выбирают сюжет, опять я спойлерю, короче, вот, слушайте аудиоверсию книги, она очень интересная, и садитесь играть в игру, она после того, отлично продолжает сюжет, и, наконец, раскрывает всю сущность, и тему вообще, если, кстати, не играть без того, что, без прочтения или прослушивания книги, то большинство сюжета здесь будет непонятно, и только где-то к концу начнешь понимать, что вообще здесь происходило все это время, вот, поэтому желательно послушать, почитать или послушать книгу, но можно и то, и то, как я сделал, потому что в книге есть некоторые моменты, которые не озвучивались, но аудио лучше понять все-таки, оно для понимания гораздо интереснее, вот, и здесь по концу все-таки раскрывается сам сюжет до конца, здесь придется и хорошо посмеяться, как в книге, так и здесь, сюжет, в принципе, продолжается, и так как писался одним автором, то очень много общего, в принципе, много посмеяться, можно, можно и поплакать неплохо, я, допустим, вот в книге в конце два раза рыдал просто до невозможности, здесь есть довольно грустные моменты, я тоже, даже, даже прослезился пару раз, вот, ну, в принципе, это все, что я хотел, наверное, сказать, больше не буду спойлерить, я думаю, вам и так понравилось, а если еще здесь экспериментировать и ходить херней заниматься всякой, то можно просидеть в ней несколько дней, как, я прошел ее всего за за четыре дня, кажется, ну, с учетом того, что смотрел все диалоги и ложился спать на ночь и просто на паузу ее ставил, но я слушал и читал все диалоги, читал всю дополнительную литературу, которую давали, записки и всякое такое, пытался выполнить задания разными способами и поэтому вот так вот. С вами был Билли Софтвэр, подписывайтесь на канал, если нравится, ставьте нравится, если не нравится, то ставьте не нравится, на лайки, на дизлайки не работаю. Главное, смотрите хорошее видео, играйте в хорошие игры и оставайтесь со мной, у меня будет интересно. Субтитры сделал DimaTorzok